При погружении я столкнулся с молодой особью песчаной акулы. В голове акулы глубоко и причудливо застрял рыболовный крючок. Мы часто обнаруживаем акулы других рыб, заглотивших крючки. Обычно это не доставляет им серьезных неудобств. Эта акула подплывала ко мне все ближе, как будто специально на камеру. И когда она подплыла так близко, что я смог хорошо ее разглядеть, я понял, что все гораздо серьезнее. Из крючка торчала леска и сильно врезалась в плоть, оставляя глубокую рану через всю голову. Плоть была обнажена, и видно было, что она совсем тонкая. Посморченной коже было понятно, что она не может есть и потеряла много веса. Акула в ловушке. Но вместо того, чтобы бороться, она держится очень спокойно. Она не уплывала. Было похоже, что она пытается мне что-то сказать. К счастью, у Луи была поддержка. Один из наших инструкторов по дайвингу был рядом, и мы попросили его приблизиться. Она попыталась дернуться, но ему удалось удержать ее. Она была очень слаба. Класть руку в рот акулы – дело не для слабонервных. У этой акулы острые, как бритва, зубы, и она все еще опасна. У капитана, к счастью, нашелся маленький ящик с инструментами и плоскогубцы. После некоторой опасной ручной работы крюк извлечен. Но такое испытание может иметь для акулы смертельные последствия. Когда мы отпустили ее, я подумал, что она умерла. Она просто опускалась на дно, даже не двигаясь. И я подумал, все ли правильно мы сделали. Помогли мы ей или наоборот убили, причинив ей такой стресс. Было похоже, что помощь Луи пришла слишком поздно для молодой акулы. Но из всех рыб в море, акулы являются наиболее жизнестойкими. Две недели спустя дайверы увидели ее, и мы были просто в восторге. Рана зажила, но во всей голове виднелся отчетливый белый шрам. Невероятно было осознавать, что мы все-таки сделали все правильно. Мы назвали ее Скарлетт, и до сих пор продолжаем наблюдать за ней. Если бы мы не обнаружили ее в тот день, и не помогли бы ей, она бы, скорее всего, умерла. При погружении я столкнулся с молодой особью песчаной акулы. В голове акулы глубоко и причудливо застрял рыболовный крючок. Мы часто обнаруживаем акулы других рыб, заглотивших крючки. Обычно это не доставляет им серьезных неудобств. Эта акула подплывала ко мне все ближе, как будто специально на камеру. И когда она подплыла так близко, что я смог хорошо ее разглядеть, я понял, что все гораздо серьезнее. Из крючка торчала леска и сильно врезалась в плоть, оставляя глубокую рану через всю голову. Плоть была обнажена, и ее видно было, что она совсем тонкая. Посморченной коже было понятно, что она не может есть и потеряла много веса. Акула в ловушке. Но вместо того, чтобы бороться, она держится очень спокойно. Она не уплывала. Было похоже, что она пытается мне что-то сказать. К счастью, у Луи была поддержка. Один из наших руслей некоторой опасной ручной работы крюк извлечен. Но такое испытание может иметь для акулы смертельные последствия. Когда мы отпустили ее, я подумал, что она умерла. Она просто опускалась на дно, даже не двигаясь. И я подумал, все ли правильно мы сделали. Помогли мы ей, или наоборот, убили, причинив ей так. Инструктор по дайвингу был рядом, и мы попросили его приблизиться. Она попыталась дернуться, но ему удалось удержать ее. Она была очень слаба. Класть руку в рот акулы – дело не для слабонервных. У этой акулы острые, как бритва, зубы, и она все еще опасна. У капитана, к счастью, нашелся маленький ящик с инструментами и плоскогубцы. Продолжение следует...